С осени 2009 года за центральный универмаг Волгограда идет борьба. Ровно в 6 раз количество дней, проведенных в судах, превысило количество дней реальной Сталинградской битвы. Более 100 судебных разбирательств было рассмотрено в разных городах. То имущество, которое я принципиально считаю должно принадлежать городу-герою, по-прежнему находится в собственности бывших владельцев семьи Кривцовых. Наши оппоненты сегодня выходят на Европейский суд по правам защиты человека. Напомним, в 2010 году ЦУМ наконец признан государственной собственностью. Однако это решение не поставило точку в деле. Бывшие хозяева даже настаивали на исключении универмага из объектов государственного наследия. Фактически осуществлялась попытка переписать нашу с вами историю. Верховный суд дважды был вынужден рассматривать заявление Евгения Валерьевича Кривцова. Об исключении центрального универмага из общегосударственных памятников. Лишь только потому, что якобы там Павлюса не пленили. Не было там этого исторического события. А раз не было, ну значит, вроде как можно было отчуждать в частную собственность. Верховный суд не допустил вот такой попытки переписать нашу с вами историю. Существует воспоминание очевидцев, свидетелей, как со стороны советской армии, так и со стороны противника. О том, что это реальное событие произошло так. И этот объект, безусловно, подлежит сохранению. Этот объект один из немногих объектов, который вот именно сохранился в своем первозданном виде. И, безусловно, он заслуживает того, чтобы этот объект использовался в первую очередь для не только отражения всемирно-исторического значения Сталинградской битвы, что само по себе важно и значимо, но и в первую очередь этот объект был, как правильно сказал Борис Григорьевич, вот тем напоминанием, той памятью о тех событиях, славной истории, которая у нас была и, как говорится, давал нам определенные напутствия в плане того, что защита своей родины – это является основным долгом граждан Российской Федерации, и об этом надо помнить. Оппоненты обжаловали постановление суда о признании ЦУМа госсобственности 40 раз. Затем, по словам Дениса Пивненко, перешли на личности. Верховный суд Российской Федерации, президиум Волгоградского областного суда, отдельные судьи арбитражного суда Волгоградской области обвиняются Кривцовыми в совершении преступлений против правосудия, обвиняются, ну в том числе и нас обвиняют якобы в какой-то коррупционной подоплеке, ну в общем оказывается, что вернуть государству то, что ему исконно принадлежало, в их понимании, в понимании наших оппонентов – это коррупция. Стоит отметить, что универмаг стал собственностью Кривцовых в 2003 году за 4 миллиона рублей, при предварительной стоимости в миллиард рублей. В начале 2000-х годов у здания появились незаконные пристройки. Уже два года не удается выяснить, как из чего разрешение в центре города к объекту культурного наследия удалось пристроить новые помещения. Пристраивались торговые площади во внутреннем дворе, по улице Островского. Разрешений, ну теперь уже Министерство по культуре Волгоградской области, либо Министерство культуры Российской Федерации на это не давало. Начиная с момента государственной регистрации права собственности Российской Федерации у бывших собственников нет и быть не может, однако они продолжали составлять договора, они по-прежнему производят оплату, опять же непонятно за что и как. Сегодня вот буквально последняя информация, что это уже не аренда, а просто лишь плата за коммунальные услуги. У нас есть документальные доказательства, что это арендная плата, у нас есть договора и все прочее, так сказать. Раньше центральный универмаг Волгограда мог составить конкуренцию другим крупным торговым точкам города, однако времена изменились. Если говорить о том, что, к примеру, там сделать это историческим местом, я думаю, в той форме, в которой это все должно существовать. Есть прекрасные примеры, мы видим там в той же Москве на Красной площади государственный универсальный магазин, центральный универсальный магазин на Петровке в Москве. Очень хорошие примеры, то есть вполне можно мирно сосуществовать, но тот бардак, который происходил непосредственно в торговой сфере, а вы его сами все видели, его, конечно, быть не должно. Администрация Волгограда готова с каждым конкретным предпринимателем решать все их вопросы, чтобы у нас сохранилось историческое место в нашем городе, которое таковым является, это даже не подвергается никакому сомнению. Есть желание, чтобы в нашем городе развивалась цивилизованная торговля и все цивилизованные форматы, которые мы поддерживаем двумя руками. И третье, это определение собственника. Для нас тоже, собственно говоря, для всех должно быть священным. То есть есть у нас решение суда и собственность у Российской Федерации, у нас записана в Конституции, является, в общем-то, защищенная законом. В конце пресс-конференции Николай Соколов обратился к судьям, которые рассматривают дело от Суми. Я бы сегодня хотел обратиться к этим судьям, я не могу их всех назвать, там список достаточно большой, длинный, там ни при чем, но в основном те, которые чаще всего повторяются, и сказать, доколе, доколе все будут сидеть и молчать. Это заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Соловьев, судья Верховного суда Харланов, судья нашего областного суда Тулинков, Касьян, Петрова, Сверидова, Соловьева, судья арбитражных судов Савченко, Машлыкин. И еще, говорю, фамилии можно повторять, 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 повторять. Я обращаюсь к ним. Если вам это безразлично, если вы, ну будем так говорить, толстокожие, то тогда давайте терпеть, давайте смотреть на все эти безобразия. Если нет, то, видимо, вот как в те годы наши с вами деды и отцы дали отпор, так и здесь надо, видимо, давать отпор. Продолжение следует...